Доброго времени суток, дамы и господа! С вами на связи Леонид Ионесик. 8 сентября 2017 года, пятница, конец рабочей недели. Я продолжаю свой видеообзор по волнам эллиот и ценовых данных на рынке валют. По основной валютной паре, да в принципе, как и по другим мажорам, мы достигли оговоренных мною ранее уровней. Но сохраняется потенциал начатого движения. В данном случае по евро-доллару сохраняется потенциал восходящего движения. И это наводит на мысль о том, что движение вверх будет продолжаться еще какое-то время. То есть, в самую пору, может быть, здесь выставить отложку на покупку на уровне 1.21 с целью, допустим, 1.22. Но разве что только отложку и не в рынок сразу. И учесть тот факт, что сегодня конец рабочей недели. По фунту мы уже преодолели расстояние в более чем 61.8% от предыдущего снижения. Поэтому вот эта предполагаемая волна 2, чем дальше, тем больше становится неактуально. И, может быть, тут тоже начинает развиваться какое-то восходящее движение. И будет перехай, как и в случае с евро-долларом. Сейчас мы достигли уже отметки 1.32. Что лично я никак не ожидал. Я ждал отметку 1.30. Может быть, 1.31. Максимум, что я ожидал. Но никак не уровень 1.32. Поэтому я думаю, что либо занять ожидающую позицию, либо выставить отложку на покупку, может быть, выше предыдущего максимума. Но лучше ожидающую позицию. По австралийцу мы тоже достигли своей цели 0.81, о котором я говорил несколько раз в своих видеообзорах предыдущих. Зайти сейчас в покупках, как-то у меня рука не поднимается. Тоже буду дожидаться дополнительных данных здесь. В принципе, тоже вот эта волна 4 кажется совсем завершенной. По новозеландцу опять же мы достигли уровня назначенных уровней 0.73.4. Мы достигли даже, мне кажется, выше пошли 0.73, нет, не выше, 0.73.35. И тоже вот A, B, C кажется завершенной. Что здесь будет дальше, тоже нужно дожидаться. Вот по этим парам как бы мы достигли указанных уровней. В принципе, вот просто по фунту уже даже зашли за допускаемый критический уровень. Поэтому тут уже возможно еще перехай. И по евро-доллару, кстати, тоже возможно перехай. Я имею в виду именно в течение сегодняшней торговой сессии. По японской иене мы идем вниз. Кстати, я здесь открываю продажу, прямо по рынку. Потому что тут есть куда идти цене. Вот здесь, мне кажется, есть куда идти. Но, конечно, могу нарваться и на 100. Цель 106.4 примерно. По канадцу мы достигли уровня. Я выставил отложку на покупку. Вот чуть выше практический уровень. Здесь в продаже я не буду ходить. Будут даже даться дополнительных данных. По швейцарскому франку тоже достигли. Достигли вот нужных уровней. Можно выставить отложку на продажу еще на уровне 0.94. Вот с целью... Какая у нас цель? Вот следующая. 0.93. 3.3, допустим. Ну, тут еще одна цель маячить. 0.92 примерно. Посмотрим. По евро пункту. Тут строится у нас мелкая коррекция. В мелкой второй волне. В предполагаемой мелкой второй волне. Можно передать отложку на покупку. На уровне 0.92. По фунту иене. Кстати, тут можно, мне кажется, открывать продажу. Продажи. Ну, в принципе, я выставлю здесь отложку на продажу. На уровне 141. Ну, с минимальной целью 140. По фунту к франку. Есть А, есть Б. Мне кажется, будет еще строиться цель волна вниз. Тем более, что, мне кажется, фунт будет укрепляться по отношению к другим валютным парам. По евро к японской иене тоже открываю продажу по рынку. Тут есть еще куда идти. Мне кажется, иена тоже будет усиленно укрепляться в течение вот этой торговой сессии. А по евро к франку лучше быть пока вне рынка. На этом у меня все, дамы и господа. Желаю вам попутного тренда, жирных профитов, тощих глазей. И до скорой встречи в эфире. Пока-пока. Продолжение следует.